Ярославский, один из девяти столичных вокзалов, находится на Комсомольской площади. Впервые здание появилось в 1862 году в городе над его внешним видом работал архитектор Роман Кузьмин. Вокзал обслуживал тогда железнодорожную ветку Москва-Сергиева. Сегодня он занимает первое место среди вокзалов города Москвы по объему перевозок. Пассажирский терминал на площади трех вокзалов обслуживает железнодорожную станцию Москва-Пассажирская, Ярославская. Относится к Московской региональной дирекции железнодорожных вокзалов. Железная дорога. Стакан. Москва-Пассажирская, Ярославская Московского территориального управления входит в Московский центр организации работы железнодорожной станции Московской дирекции управления движением Московской железной дороги. Полезно, является частью Транссибирской магистрали, начало Ярославского направления Станция нетранзитная, по соседству разместились еще два вокзала, рядом, Ленинградский, напротив, Казанский Вход и выход в здание осуществляется через турникет Адрес, 107 140, город Москва, Комсомольская площадь, Д 5 время работы, круглосуточно, без выходных Ярославский вокзал, Домодедово аэропорт, как доехать дежурный по вокзалу Плюс 7, 495, 266, 93, 20 Багажное отделение Плюс 7, 495, 266, 61, 23 Камера хранения Плюс 7, 495, 266, 83, 10 Стол забытых вещей Плюс 7, 495, 266, 83, 10 Официальный сайт Обратите внимание Справочная Плюс 7, 495, 621, 08, 17 Плюс 7, 495, 621, 59, 1 Горячая линия РЖД, 8, 800, 775, 00, 00, звонок бесплатный История Ярославского вокзала берет начало еще в далеком XIX веке, когда впервые возникла идея его построения Поток людей с грузом в сторону Ярославля был огромен В 1858 году Александр II подписал разрешение на строительство, которое началось в 1859 году Ярославский вокзал-аэропорт Внуково, как добраться место было выбрано по одному направлению с Николаевским, ныне Ленинградским Над проектом здания работал архитектор Роман Иванович Кузьмин совместно с мастером архитектуры Смарангом Логиновичем Шустовым Через три года, летом 1862, работы завершились В 1900 году в городе была возведена пристройка, но проблем нехватки места при резко возросшем пассажиропотоке, она не решила По этой причине было принято решение о постройке нового здания Федор Шехтель стал автором нового здания Его проект был одобрен Николаем II На протяжении пяти лет, 1902-1907 г. длилось строительство Новое здание в результате оказалось в три раза больше предыдущего Выполненное в неорусском стиле, оно было необычное и снаружи, и внутри Над входом изображены гербы городов Архангельска, поражающий дьявола Архангел Михаил и Москвы, Георгий Победоносец Интересно, следующая реконструкция производилась в 1995 году в городе Благодаря ей появилась автоматическая система пожаротушения и электронная информационная система Ярославский вокзал Шереметьево аэропорт Как добраться Ярославский вокзал имеет 16 же, д. путей По ним курсируют поезда дальнего следования и пригородные электропоезда Пассажиропоток 8000 человек в час Онлайн табло, имеется возможность следить за отправлением, прибытием поездов Также узнавать о задержке рейса, что удобно встречающим знать во сколько ожидается прибытие Это возможно сделать, используя онлайн табло http.dzvr.ru Дальние следования Ярославский вокзал связывает Москву с районами севера, дальнего востока, Урала, Сибири Также отсюда отходят и международные поезда, направляющиеся в столицы КНДР, Монголии, Китая Услугами дальнего следования пользуются более 500 тысяч пассажиров в месяц Электропоезда На Ярославском вокзале можно воспользоваться и услугами пригородного сообщения Пригородные электропоезда ежемесячно перевозят более 6 миллионов человек Представлены такие направления, как «Сергиев Посад» Несколько раз в день Электропоезда полтора часа, экспрессы один час Монина Пригородные поезда, доезжают за час Мытищи Большое количество отправлений в день Курсирует экспрессы, 18 минут, и электропоезда, 30 минут, Чкаловская 45 минут в пути Фрязина Дорога занимает около 1 часа Воронок Экспрессы и электрички 40-50 минут Александрова Электропоезд, экспресс или поезд дальнего следования Большего Ежедневно Несколько отправлений в сутки Длительность пути около 0,5 часа Пушкина 30-50 минут Достаточное количество электропоездов и экспрессов в сутки Существует несколько вариантов пути следования Под землей Достаточно быстрая скорость и отсутствие пробок делают метрополитен самым быстрым видом транспорта Перед тем, как отправиться в путь на метро необходимо уточнить, какая на Ярославском вокзале станция метро Выйти следует из метро станция Комсомольская кольцевая или Комсомольская радиальная Стоимость поездки составит 55 рублей Звездочка Наземный вид транспорта Во-первых, автобус До нужной остановки можно добраться на автобусах с номерами 40 и 122 Цена 55 рублей Звездочка Во-вторых, троллейбус Здесь необходимо воспользоваться маршрутами 14 или 41 Материальные затраты составят 55 рублей Звездочка В-третьих, трамвай До точки назначения следуют маршруты трамваев 7, 13, 37, 50 Проезд обойдется в 55 рублей Звездочка И, наконец, такси Известный и удобный способ передвижения Заказать услуги трансфера можно на самом вокзале Не стоит забывать и про личный автотранспорт Чтобы без проблем добраться до Ярославского вокзала, легче всего воспользоваться навигатором, загрузив в него систему 2ГИС с планкартами города и панорамами улиц Звездочка Цена указана на август 2018 года Важно, при выборе общественного наземного транспорта любой категории выйти надо на остановке Комсомольская площадь Для владельцев автомобилей очень актуален вопрос парковки Возле Ярославского вокзала машину можно припарковать на платную автопарковку Перед входом в вокзал Стоимость 150 рублей, час Звездочка присутствует нетарифицируемый период 15 минут Справа от вокзала, восточная сторона Цена на услугу составляет 100 рублей, час Звездочка нетарифицируемый период времени равен 5 минутам Перед зданием таможенного управления За первый час оплата 50 рублей Далее по 100 рублей Можно воспользоваться парковкой на сутки за 1200 рублей Звездочка Цена указана на август 2018 года Остановиться недалеко от Ярославского вокзала можно в гостинице или, подешевле, в хостеле Свои услуги готовы предложить огромное количество подобных заведений Наиболее близкие из них – гостиница, город, отель, на Ленинградском вокзале Расстояние 166 метров, цена от 4000 рублей, сутки Звездочка Хостел, город, отель, на Казанском вокзале Удаленность 362 метра Размещение недорого, от 700 рублей, сутки Звездочка Отель, ретро Удален на 362 метра Оплата за сутки составляет от 3500 рублей Звездочка Звездочка Цена указана на август 2018 года Ярославский вокзал готов предоставить своим пассажирам для комфортного пребывания широкий спектр услуг Среди которых – кассы продажи проездных документов Здесь вежливые кассиры помогут приобрести проездной билет на поезд, по интересующим вопросам, а также с жалобами можно обратиться к дежурному по вокзалу или к начальнику А при отсутствии последнего пассажиров примет его зам Залы ожидания На первом и втором этажах расположены залы ожидания Также имеются комната отдыха, зал повышенной комфортности, комната матери и ребенка, детская комната VIP-залы, зал ожидания для лиц с ограниченными возможностями, камеры хранения и бюро находок Каждый пассажир может сдать свой багаж в камеру хранения независимо от его размера Однако, цена будет разная Так, за хранение багажа придется заплатить 79 рублей 30 копий, сутки А за хранение вещей крупногабаритного размера 118 рублей за первые сутки и 148 каждые последующие За хранение потерянных, забытых вещей 79 рублей 30 копий, сутки Звездочка услуги носильщика, которыми можно воспользоваться, как по территории станции, так и за ее пределами Заказ трансфера и бронирование мест в отелях и гостиницах, в здании расположен мед Пункт, почтовые услуги, банкоматы ВТБ, Сбербанка и ДР Зарядка мобильного телефона Работает туалет Для пассажиров, желающих утолить голод, есть ресторан Эль Патио, сеть быстрого питания КФС, КФС, кафе, столовая и бар Имеются киоски с печатной продукцией и товарами в дорогу Звездочка цена указана на август 2018 года Обратите внимание, вход, выход на привокзальную площадь оборудован пандусами и турникетом Важно, можно воспользоваться сетью Wi-Fi бесплатно Зона действия вся территория вокзала Пассажиры с длительным периодом ожидания могут скоротать время, осматривая достопримечательности города Чтобы не опоздать на поезд, лучше прогуливаться неподалеку Тем более, что здесь есть на что посмотреть Ленинградский вокзал 150 метров, Казанский вокзал 400 метров Сталинская высотка на площади Красных ворот 930 метров Чистые пруды 1770 метров Курский вокзал 2220 метров Также рядом расположены торговые ряды МЖА для желающих сделать приятные покупки Не стоит забывать, что и сам Ярославский вокзал является памятником архитектуры, культурным наследием русского народа Ярославский вокзал – красивое здание с интересной архитектурой Здесь предоставляется весь спектр необходимых услуг Отдельно предусмотрена возможность путешествовать для людей